Девушки отдыхают 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 Да, кто угодно. Кто, у кого есть стан, та же венга. Все-таки, ну, приятно, когда у тебя есть стан и контроль, да, там, сбить какую-то лишнюю тпшку. Это все смотрится реально убедительнее, что ли. Но, возможно, Елла Амбрелла просто возьмут этими двадцать саппортами и развалят Лентяева, кто знает. ЦК отправляется в бан, исполнял на нем фоллоумин на одной из игр. Я еще и отмечал то, что ЦК обычно не выводит сам, так и получилось в прошлой игре. Но Лентяева все равно не хотят против него играть. Опять-таки, да, там на него куча щела. Горден Энгелс, там этого ЦК пробей, пойди. И убирает его в бан. Хотя, по мне, тот же Сларк, тот же Джиггернаут, тот же Светт смотрится гораздо сильнее. Елла Амбрелла должен что-то забанить против Магнуса, против этой, ну, скажем так, страты, что ли, с ультимейт, там, с РП, да. А Паришин уходит в бан как раз-таки. Опять-таки, под ультимейт Магнуса у нас Айзблаз доходит, в принципе, неплохо. Ну, и все ультимейты, которые работают массово, по сути, как раз-таки для Лентяева и Юзабельна. Тут Морфлинг уходит в бан, опять-таки, фоллоумин на нем, по-моему, отыгрывал на прошлом турнире. На этом не уверен я на 100%, но... Тем не менее, Морф в бане, его мы не увидим. Четвертый бан, опять-таки, кто это может быть? Тот же Вич-Доктор, да, саппорт с контролем. Нет, это Рикки Мару, возможно, что пойдет какой-нибудь лесной Акс, я думаю, просто так обычно Рикки не банят. У нас Рики появляются довольно редко. Так что ждем Акса, ждем-ждем-ждем. Джаггернаут. Многие скажут жадно, но в нынешней мете это очень даже юзабельно. Джаггернаут на миду, мы видим его постоянно, скажу так. Ну и стоит он неплохо, да, у него есть Свард, которому он может подхилиться, Блэйд Фьюри, которому он может и выйдет, какие-нибудь там станчики, скиллы различные. Так что еще прогонит его Джаггернаута с миды. Так что, опять-таки, Джаггернаут, Суми Слэшем, под Магруса тоже работает. Так что, так, так. Йеллоу Амбрелла. Все, кончился мой раунд с Джаггернаутом. Йеллоу Амбрелла. Да, это Акса, о котором я говорил, бан Рики был не просто так, естественно. Можно отправлять Омника с Аксом в Даблу, вполне рабочая страда, давно еще рабочая. Но, кстати, когда вот этот пик был, вот он, по-моему, точно такой же был, я не помню, комментировал. Я эту игру, вроде бы, с Сэдбойс, да, вот у них было что-то подобное. Но Акс при этом пошел в соло. Не знаю, может быть, путаю, но пик был примерно такой же. Акс пошел в соло и, в принципе, не смог там сделать то, чтобы он мог сделать с Омником. Как мне кажется, Йеллоу Амбрелла должны это исправить и отправить все-таки Даблу. У Лентяева не хватает еще двух саппортов. Для них огромный минус то, что не все карты свои уже раскрыли, но можно взять что-то массовое. Та же Энигма, тот же Витч Доктор, тот же Дизраптор. Все это работает и... Опять-таки Дизраптор, мне кажется, здесь очень даже неплох. Магии довольно много. Того же Омника или Оры устыкать очень приятно. Мне нравится Дизраптор, например. Можно взять Леона, просто чтобы был уверенный какой-то контроль, да, фиксация, но... Это не так сильно смотрится под РП. Хотя тоже неприятно, подкоп там по-троим дал, палец по одному выдал. Это Шэдоу Демон. Шэдоу Демон на этом турнире пикается уже гораздо чаще, чем на прошлом. Он до сих пор пикабелен, но берут его меньше. На прошлом турнире Шэдоу Демона был практически в каждом пике. Тут мне он как-то не очень понятен. Мне кажется, это наоборот какой-то такой себе пик против того же Акса. Ну, прям хз-хз. Шэдоу Демон в пике. Посмотрим, что он продемонстрирует. Елла Умбрелла, им еще не хватает мидера и какого-то кор-героя. Это Outward Devourer. Ну, по сути, Аудэ на Медузе стоит Джиггернаутом довольно неплохо. Да и все рейнджевые герои, по-моему, против Джиггернаута стоят нормально терпимо. Там Джиггернаут вроде бы не страдает сильно, но при этом и Удэ добивает клипочков, и Джиггернаут добивает клипочков. Все ровно. Дальше уже от исполнения зависит. Последний банк какого-то кора нужно забанить. Свен, Сларк, мне кажется, вполне могут заехать. Можно их отправить в бан. На антимаги еще катает у нас с Фолуми, но, честно, он тут вообще не смотрится. Да, есть Фантом Ассасин с Лейтом, но... По-моему, АМ сейчас не настолько хорош, чтобы против этой Мартаретки бороться. А вот Сончик даже не очень неплох. Вроде бы миссы у Мартаретки работает, но Свен умеет пробивать миссы. Сларк уходит в бан, да, тоже я о нем говорил. Хотя Сларку здесь тяжело было бы гонять, на самом деле, кого-то. Чудоу-демон мог бы спрятать себя Дизрапшн. Магрос просто уехать на Скьюри, Фантом Ассасин не троулся. Ну, ладно. Сларк в бане, не хотят его видеть. Тут же, опять-таки, саппорт. Вич-доктор, Дизраптор. Да, Дизраптор уходит в бан. Все логично, все понятно. И Террор Блейд у нас от Йелло Умбрелла. Очень интересно. Давно ТБ-шку я не видел. Фоллоу Мина Террор Блейде. Нужно будет посмотреть, определенно. Так что, ребята, активизируемся там в чатике. Просыпаемся и смотрим на Фоллоу Мина Террор Блейде. Будет очень-очень круто. Теперь нужно взять какого-то героя, который мог бы с этими людьми справляться. Доджи Леон сейчас смотрит уже не так плохо. Да, там нет какой-то супер синергии с РП Магнусом, но он с иллюзиями справляется довольно неплохо. Хекс, Мана Брейм. Дополнительное время. И все, минус две иллюзии. Ну, я там уже по дальнейшую стадию говорю какую-то. Когда Террор Блейд будет вроде бы силен, да, Леон до сих пор может с ним бороться. Что-то еще путевое в голову как-то не лезет. Против этого ТБ. Из Раптора уже нет. Вич Доктор мне со 70 уже не нравится, я скажу так. Хотя фиксации мало, Вич Доктор палку может ставить. Да, там ОД спрячет, скорее всего, Акс Загрид. Но это еще не так много, скажем так. 20 секунд у Лентяева. Что мы увидим? 10 секундчик Лентяева. Осталось 5 секунд. И, и... Эд, Медуза, Эд, что у нас будет? Саппорт Фантом Ассасин? Где-то я это уже видел. Не раз видел. Сейчас я из Доты вылечу стабильно, все нормально. Разберусь со скрином и попробую порассуждать над пиком. Если это саппорт Медузы, то это еще более странно смотрится. Но, в общем-то... Мне не очень нравится, я не знаю. Я не понимаю, это из какой-то там, ну, большого хайпа с этим... Саппортящийся, точнее, Фантом Ассасин. Да, там она вынесет свои айтемы, если она купит Медас. Мы это уже видели, но... Честно говоря, ну, фиксация бы здесь явно не помешала. И, опять-таки, под РП что-либо тоже бы здесь лишним не было. Сейчас увидим, как у нас будет все. Так, верзу, например, здесь все нормально. Сразу же ставим крипочков. И попробуем посмотреть. По пику Yellow Umbrella мне нравится гораздо больше. Того же Terror Lade здесь убивать будет не так просто. Да, если будет Lade, Медуза, конечно, суперсильна. Я думаю, что и люди ТБ уже ей больших проблем не доставят. Но до этого это надо дожить. Медузе нужен гипер-супер какой-то Lade. Так что посмотрим. Ну, я говорю, пик Yellow Umbrella более целостный такой. Тут Магнус есть, да, там, Джиггернаут, все там. Вроде бы два ультимейта этих. Но больше-то ничего нет под Магнуса, да. Вот куда он этот РП будет давать? Кто будет бить-то по РП? Если бы это была, там, Керри Мартретка, если это она и будет. То там с БФом, да, она бы могла сплэши дамажить, а так. Ну, в общем, не знаю. Так, поставим Худик. Паузы вроде бы скоро снять должны. Только акций не хватает. По позициям я сейчас увижу, что у нас будет. Закупов, конечно же, не было. Ох, может, эта леточка солидно выглядит, да. Ну, реально, неплохо, неплохо приодел. Тут все обычно. Магнусы что-то не так. Косы. Не, все норм. Шиду Демона, все стандартно. КВД, Террой Блэйд. С Арканой. Ну, в общем, так. Так себе, так себе. Все, все вернули, все готовы. Можем мы начинать. Можем смотреть доту, наслаждаться ею. Что нам покажут команды? Крайне интересно. Что будет именно от Лентяева? Мне тоже крайне интересно. Ну и давайте, наверное, начнем представить команд. Начну я с ветеранов. С Еллу Амбрелла. Итак, Мерч у нас будет катать на Outward Devourer в Миде. Никсон садится на Омни Найта. Формула будет играть на Оракли. Снэп будет катать на Акси. И Фоллоу Ми будет у нас сегодня играть на Террор Блэйди. Ну и команда Лентяева. Катбой у нас будет играть на Джаггернауте. Гинзби будет играть на Фантом Ассасин. Сопортящий Фантом Ассасин, все-таки угадали мы. Виз будет играть на Шэдоу Демоне. Яндера будет играть на Маглусе. И Бустер Лорд будет играть на Медузе. Керри Медуза сегодня нас ждет. Лейт, возможно, нас ждет. Кто знает, кто знает. Вроде бы драг за рун тут не предвидится. Просто разошлись команды. Заблочили здесь. Ммм, что-то не понял. Это ребята из Йелло Умбрелла у нас постарались, вард поставили. Что-то прям неплохо. Йелло Умбрелла исполняет. Очень даже неплохо. Тут заблочили, естественно, спаун. Или же нет. Если нет, то это супер странно. Не видно мне, к сожалению. Нет кнопочки, которые могла бы все это мне выделить. Но вот тут вард неплохой стоит. Скажем так. Все передвижения были видны. Все нормально. Но если ганги какие-то будут, то тоже мы все это увидим. Да, разбирает рунки обе команды. Медуза уходит в мидл, да? И Джиггернаут просто пойдет фармить. Но тоже нормальный вариант с Джиггернаутом фармящим. Посмотрим, что будет. Акс будет стоять против треплы Шэдоу Демона, Фантом Ассасин и Джиггернаута. Я бы на его месте старался брать талончик поскорее и уходить, возможно, в лес. Ну, вроде бы не такая прям суперсильная трепла, да, там с каким-то нереальным контролем. Но все равно противно. Противно будет стоять Аксу. Наверху Магнус. Контроля на Магнуса мало. И Магнуса будет убивать тяжеловато, мне кажется. И он себя будет чувствовать вольно. Что не есть хорошо для Йеллоу Амбрелло. На Меду. Честно говоря, Медуза, мне кажется, здесь себя будет чувствовать не так круто. ОД способен перелосить на Меду практически любого. Если он будет прятать эту Медузу, то ей будет крайне тяжело. Так что, да. Бустер Лорду придется нелегко. Мартретчик уже начинает постепенно гангать. Но, опять-таки, если она пробежала так, я этого, к сожалению, не заметил. То ее было видно. Пока бежит. Бежит у нас дальше Мерч. Мерч. Гинзби у нас с Арбой замедляет его. Но Мерч просто прячет и... Ну, не убить его здесь, в общем. Ну, а наверху то, что я говорил. Во-первых, Лайм пропустит в сторону Магнуса. Это не есть хорошо уже на первой минуте, да? На второй, точнее. И у него крипы есть. То есть он добивает пока крипов. Магнус, если выведет ранний даггер, то он реально доставит проблемы. Да, там под него особо ультимейтов нету каких-то. Или скиллов прям. Но все равно. Одно РП это уже солидно, да? Видели мы от тех же Next Level Dota на прошлом турнире, то что Магнус работает, даже если там иногда, ну, не так много всяких важных скиллов. Израиля до Блэк Холл. Палкович Доктор, Дезвар, да? У нас все равно работает Магнус. Акс, да, просто переместился в лес. Джиггернаунд будет на полнейшем фрифарме. Тут он должен вывозить все, что сможет. Почему Блэд Фьюри, непонятно, нет? Можно было просто подобивать. Ну, решил, что, да, станет попроще. Сказали в дотке, ну, и так и есть. Ну, очень уж увольно чувствует себя Магнус. Ну, не знаю, 10 крипов у хардового Магнуса. При этом, ну, ничего не сделало здесь саппорт Йелла Умбрелла. Проще было отправить Никстера вместе с Аксом и постараться понапрягать снизу кого-то. Там сейв только от Шэдоу Демона. Вылазка у нас от двух саппортов команды Лентьяева на Аутворд Вауру. Ну, такая себе вылазка. Я не знаю, как можно так выходить без смоков, без всего. Просто выйти пешком в мидл. Можно отправиться к Магнусу и постараться наверху понапрягать, слушать своих соперников. Тогда там хила много, но все равно. Мартетка просто влез, пошла, хочет попробовать Акса понапрягать. Видеть Гинсби его, есть у нее Даггер, есть Блинк. Даггер летит по Снэпу, замедляет она 40-й Феном. Снэп агрит. Начинает убегать. ТП почему-то отменяет, не знаю почему. Если бы дальше полезла у нас Мартетка, то она могла бы и... ценой своей жизни невозможно, но все-таки убить этого Акса. Виз у нас выходит, там Снэп у нас начинает постепенно уворачиваться. Как-то даже подходит Формула. Формула. Порчу Шэнс у нас. Формула. Дизрабшин прячет его. И Формула. Даггер летит. Формула, это Ферст Блад для Виза. Снэп тоже у нас на крополях здесь бегает. Ну, в общем, неплохо, неплохо. Саппорты здесь призвились и... Смогли забрать у нас Оракла. Не Акс, конечно, но... Того же Оракла приятненько забирать. Лишняя там голда никому не плюшает. В это время, как я уже отмечал, Лентяева и их керри чувствуют себя суперфривольно. Сверху начинается какая-то заруба. Может погибнуть у нас здесь Магмус. Тут помощь, конечно, на двух саппортов. Откатывает у нас Никстана. Никстана кидает на себя репел. Follow me, Формула, по-моему, приходит. Начинает дамажить, но это просто на сейв своего саппорта. Сюда же у нас Снэп приходит. Четвером собирается. Формула ПВП с Гинзби. По-моему, Гинзби может прогреться драку. Формула ПВП летит по Гинзби, прячет дезрабшу у нас виз его. Начинает просто убегать. Агр по визу выпадает, и это фраг для follow me. В общем-то, нагловато, нагловато подействовали. Гинзби, зря ты сюда бежишь. Развернись обратно. Не, не боитесь, слушайте. Забрал крипам, да. Посмотрите на миг. У нас Бустер Лорд просто берет и перевосхичивает мерча, что, по-моему, неудивительно. Мерч на Медузу должен как-то стараться не давать этой Медузе чувствовать себя комфортно. Потому что та же Медуза, если получит хороший фарм поначалу, просто уничтожит же в конце всю команду. Нужно это понимать. И контрить. Но саппорты команды Yellow Umbrella, они не смогут как-то гангать. Это подходит сюда, конечно же, Икстон. Что это не ботала будет, но... Как-то... Плоховато сыграно было, скажу так. Находит в лесу у нас Гинсби Формулу или Формулу Гинсби. Фольджер Снэн у нас летит. Формула. Через 2 секунды будет агр. Там же снэп. У него есть агр. Попадает он огромный, естественно, по Гинсби. Гинсби там же Медж. Ну, этот фраг просто приговаривает он, этот Фантом Ассасин. Ну и до свидания, Март Реточка. Опа. Аксу снизу умер. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Вот это на миду развалили с Медузской, с Шэдоу Демоном. Пропустил этот момент, но тут... Ладно, ладно, все. Забыли тему. Смотрим доту. Март Реточка резвится в чате, но я думаю, что особого оскорбления мы не видели, поэтому не столь важно. Надеюсь, что больше не повторится это. Мерч перемещается у нас на бот. Его убили на миду, что, опять-таки, не дает ему нормально чувствовать себя на лане. Гинсби. Почему же он развернулся? Приговаривает Эклипсом. Мерч, конечно, тут тоже может погибнуть, но он просто отходит. Блэйд Фьюри юзал у нас. Жиггернаут. Ну и просто убегает. Да, такой себе ганг получился ОД. Это даже гангом не назвать. Просто побежал. Пвп с Салтлот Девауром, у которого есть ультимейт. Не знаю, по-моему, так не работает. Что у нас у Террор Блэйда по фарму? 42 крипа. Переласхитчивает Джиггернаут его. Фолуми. По-моему, частенько у Фолуми есть проблемы такие с ласхитами. Вроде бы все нормально у него там. Да, конечно, не самые легкие ланы, но все равно может немножко недофармливать. Видел я это пару раз. Но тут все не критично, все тут нормально. Опять-таки, Джиггернаут стоял на полнейшем фрифарме, так что у него и должно было быть крипов-то больше. Саппорты команды Yellow Umbrella пока не знают, чем себя занять конкретно. Вот они, два хила. Очень тяжело как-то гонять. Возможно, других саппортов. Возможно, керри, мидера. Ничего тут не сделать. Oracle. Очень хорош на начальной стадии, но для этого еще нужен какой-то контроль. А контроля пока нет. Джиггернаут просто спушивает на боте вышку. Никто пока ему не мешает. По-моему, это легчайший тауэр для... Лентяева. Ну нет, крипов нету. Отходит он от Джиггернаут. Успокоюсь немного, игра. Все фармят, все пушат, там все стакают. Но вышки забираются. Катбой у нас. Меш приходит, прячет он Джиггернаут, но это не знаю для чего. В это время вылазка у нас на Никто. Налетит Даггер. Яндр. У него есть РП. Ну там хилл. Все нормально. Омника. Почему Уракл здесь бегает? Земля, это загадка. Да, он Экспу, конечно, солидное получает, но тот же снэп ее недополучает. Это не есть хорошо. Это все-таки хардлайнер команды. Он должен сейчас стараться как-то гангать, уже доставлять неудобства. Выводит он. Вот-вот. Вывезет Даггер, если не будет погибать. Просто будет фармить. Только на УТ-11, я думаю, он уже будет. На 12-11, где-то так. Гинзби. Находит везде снэп. Агр по нему хилл. Плохо по Гинзби. Топор. И приговорит его. Яндр у нас бежит. Есть у него РП, но там сразу же у нас метамонфоза от Фоллоу-Ми. Укатывается просто Яндр. Ну, слушайте, Фоллоу-Ми снова развели метамонфозу. Можно попробовать с пушки пойти, хотя нет. Ничего нельзя здесь сделать уже. Пока слабые, слабые иллюзии. У Яндра тоже ситуация неплохая. Он фармит, как я понимаю, на Даггер. У него еще 1200 где-то остается до него. Будет стараться вывозить. Вылазка у нас на мерче. Мерч, крит по нему проходит. Но пока просто убегает 1000, спят в себя мог. К тому же ничего ему тут не сделать. Все ждут Даггеров у снэпа. Вот он сейчас появится. Как только он зафармит эту пачку. Уже зафармил, можно покупать. Вот и Даггер, 11-ая минута. Здравствуйте. В Курьере, что ли, идти до ничего пока полезного. Ладно. Медузка выфармила у себя Персик. У него тоже все отлично. В общем, все фармят. Чувствую, ждет нас гиперлейт какой-то в этой игре. Команды не торопятся. Ну и по пику это видно, в принципе, да. Наверху какой-то, возможно, нас ждет экшен. Фоллоу ми. У него Даггер летает. Яндр есть РП, но не стал он его вязать. Понимаю, что там есть Омник с ПВ подхилом. И, ну, никак его не забрать. Да еще и Оракова подходит. Снэп у нас тоже подходит. У него есть Даггер. Возможно, идет какая-то инициация. Видят они все, но отходят, отходят. Понимая то, что что-то нечистое. Вард стоит все-таки. Он дает какой-то вижен. Даже не какой-то, а очень хороший вижен. И просто отошли, не потеряв никого. Неплохо, неплохо. Лентяева опять-таки начинает фармить. Магнус все меньше и меньше Даггера. Его ждут. Ну и, наверное, будут пробовать драться. Тот же Жиггернал тоже пытается выфармить что-то. У него есть Блэйда Фалакрити. К нему что-то бьетит в Курьере. Это, наверное, да. Диффуза. Ого. Вот так. Ну, против Омника и его репела, конечно, суперкрутая вещь. Ну, просто, не знаю, статы иглы какие-то приобрести или дэмэдж. Все-таки бить-то кто-то должен. О, да, у нас в этой рене на миду погибает. Снэп у нас там, говорит, не попадает в правом у нас по пустер-лорду. Гинзби с дэбл-дэмэджем. Летает от него Форчус Эн. Гинзби. Гинзби на крополях. Зачем ты развернулся? Гинзби. Снэп. При этом сам может погибнуть, но его хиви томник. Все нормально. Один в один в итоге подрались. Забрали мидера. Огромный плюс для Лентяева. Несмотря на то, что там Мартетка умерла. Вот и диффуза. Первым айтемом очень необычно. Катбой. Ну, действительно. Неплохо, неплохо. Хотя, по мне, та же Яша перед этими диффузами смотрелась бы гораздо лучше. Статы какие-никакие были бы. А так у него хп сколько там? Тысяча хп. Ну, такое себе. Хотя у террора еще меньше. 940 хп. Даже с Драгонлайнсом. Ну, террорблот никогда не славился своим хп. Славился своей броней. Влетает Гинби у нас по террорблейду. Фоллоу ми. Ну, вроде бы уходит. Все нормально. У обоих команд мало контроля. Это единственная проблема. Пики вроде бы такие, да. Смотрятся неплохо. Там лейт какой-никакой. Утимейт. И все работает. Но без контроля это будет выглядеть тяжеловато. Все эти драки. Форму вновь раз ловит даггер. Гинби вообще не парится. 0-4-4. Вот это реально Мартетка. Саппорт. А не то, что я видел в прошлой игре с ней. На саппорт роли. Когда там был Мидаз. Дезолятор. Там просто, ну, Кормор Третка, скажу так, была. Вылазка у нас на Катбоя. Как-то очень нагло лезли. Снэп у нас здесь с даггером стоит. Хочет ловить цель. Хочет очень сильно. Тут даже еще и мерч должен подходить. Берет он себе иллюзии. Снэп успевает вызвать Battle Fury у нас в Катбой. Blade Fury, точнее. Господи, что же я сказал? Ну и уходит с Вардом. Мерч никак его не догонит. Там диффуза. Там все у него по скорости неплохо. Магнус с даггером. Есть он у него. Нужно только привести. Есть РП. Хочет он его изнутри. Прям чувствую, хочет. Катбой. Не хватает на умни слэша. Это очень-очень плохо. Сколько там маны ему остается? 5 маны буквально. Яндер у нас укатывается на сквю. Гинсби кидает даггер. Формула. Без ультимейта. Есть ультимейт. Но там отлично прячет мерч. Диффуза по мерчу. Мерч должен погибать. Формула здесь тоже может погибнуть. Да, он, конечно, кинул все ультимы. Да еще и забрал Магнус. Неплохо формулу здесь раскистывал. Все. Но при этом сам погиб. Никак ему здесь не уйти. 1 в 2. 1 в 2. В принципе, неплохо для Нитяева. Ну и ел у амбрелла. Повезло, скажем так. Они отделались легким испугом. Ну и к тому же Фолл и МИ спокойно наверху пока фармит. В это время, пока тут драки идут. Попробовать спушить, но Митаморфозу не хочет юзать. Все-таки часто на него выходит. Для Нитяева уже начинают наглеть. Вот и Яшу Джиггернаут. Как видим, я оказался неправ. И Катбой у нас просто взял и развалил со своими диффузами. Ну, по-моему, тут дело не в Катбое, а просто в том, что ел у амбрелла. Далеко полезли там. Попытки забрать либо Магнуса, либо Джиггернаута, они сами были наказаны. Дизби реально всю карту ромит. Просто 8-й левел. Все вроде бы неплохо. И по левелу... Да, конечно, умирает много, но... Свою роль он выполняет. Снеп, только пусть и Виталий Тебустер в Вангуарской, если он нас ждет. Да, очень-очень спокойная игра, скажу так. Все игры, которые я видел до этого, они были более резвыми. Тут же... Ну, прям... Никто никуда не лезет, там пару драг были. Но ничего экстраординарного мы не увидели. Вит ставит вард, видит он двух игроков команды Ел у амбрелла, ну и убегает на хосте довольно спокойно. Вардинг у обоих команд очень хорош, мы это видим. По всей карте варды практически защитные, атакующие, в общем, реально круто. Саппорты реально потеют, это нужно отметить. Часто не замечают их заслугу, но тут саппорты реально стараются дать максимальный вижн команде, и это очень сильно помогало. Лентяя в том числе и Ел у амбрео тоже. Возможно, где-то у нас драка. Великолепно, ну и просто закрутил он до смерти двух героев. Попробовать спушить можно, метаморфоз была заюзана, да. Пушит он у нас Террор Блейд, он это умеет делать. Ну и неплохо, Ел у амбрелла грызнулись, реально неплохо. Давайте на этом раз откроем, увидим, что у нас там. На первом месте Джиггернаут, и совсем мы забыли об одном герое, это Медуза, у которой есть линка. А где была Медуза? Она фармила. Ел у амбрелла нужно быть максимально осторожным, потому что Медуза еще... Ой-ой-ой, какие проблемы доставит. Все мы это понимаем, все мы это знаем. Джиггернаут у нас обходит спину, ну или как-то пытается обойти. Но, по-моему, тут кроме Террор Блейда, точнее его Лизи, никого и не осталось. Курьер очень наглый летит с Яшей. Поэтому Яшу он не забрал. Вот оно. Счастье команды Лентяевы, скажу так, привалило им с пиком их. Линка, Митриал Хаммер, не знаю, что это будет. Скорее всего, Майл Штромб, все довольно стандартно. И как ее убивать? Реально, вот как. Просто как убивать эту Медузу? Контроля никакого на нее нет. ОД будет тикать, да, это понятно. Снэп там залетит с агром своим, но там есть сейф от Дизрапшина, вы попробуйте эту Медузу еще заберите. Скажу я так. Так что, возможно, я был не прав, и тут Медуза реально вывезет. Смака разбивается, и... На Медузу стоит у нас мерч. Будут пытаться его забирать. Гимсби. Бежит первым. С даггером он. Мерч очень далеко полез, но все, это, скорее всего, труп. Влетает туда Гимсби, в Дизрапшин прячет Визс. Начинается у нас в Блэйд Фьюри крутиться. Прячет себя, конечно же, ОД, но... Никто на помощь мне приходит, здесь должен мерч погибать, хотя может еще забрать, но очень быстро. Кого-то я видел Дискорд. Только у кого? У Гизби, да? Да, у Гизби Дискорд. Очень необычный выход. Фоллоу Ми можно попробовать здесь забрать. Почему РП не вязался от Яндера? Что за загадка? Он не слэш по Фоллоу Ми, Фоллоу Ми просто на месте стал. Это минус 2, формула под Репелом. Там Диффуза и Репела нет, кидает на себя ультимейт формулу. Он там демору сейчас ему столько в спину накидает, что Оракл 100% погибает. Еще и на задних сторон погонят. Два крита, это минус 3, Йелло Умбрелла. Явно не ожидали столь агрессивной вывозки от Лентяева. Так еще, что самое важное. Забирает Керри. При этом Медуза участвует в драке, она получает какую-нибудь голду. Поднимает себе Майор Штром. И все супер неплохо у Лентяева. Два героя на первых местах Метворса. Еще и Мерч может здесь погибнуть. При этом мы не видели РП от Магнуса. То есть все было без них просто за счет ранних Диффузов Джиггернаута, которые еще раз окупились. Еще раз Джиггернаут оказался прав, а не я. Хотя уже, по-моему, на такой стадии бы у него и Диффуза были, даже если бы он Яшу купил. Никсон, слово Крит ловит, прячет его. Ну, по-моему, просто бросили. Ох, РП по троим за Юзану, но бить-то кто туда будет? Ультимейт от Медузы, все стоят в стане. Ну, просто отходит. Нужно отходить. Снэп, отлично, Агр по двоим. Виз начинает страдать. Это минус. Виз еще и у нас спрятали там Яндр. Яндр укатывается, но это минус 2. Формула делает даблкил. Это минус 3 ответный от Йелла Умбрелла. Вот это ответочка и вот это агрессия. Очень круто. Переиграли Лентяеву, попытались они свою Мартретку спасти. Ничего не получилось в итоге. Снэп снова наказал своим магам по двоим. Просто отличная игра такса. Тут нужно это отметить. Ну и на миду Тауэр может пострадать. Метраморфоза была заюзана. Это минус 3.1 100% с невероятной скоростью. Там в это время постарайтесь сплит пушить как-то Джиггернаут, но гораздо медленнее он будет. Все мы это понимаем. Яшу Фололоми будет выход в Монто Стайл. Либо же Скайдлин себе купит, а потом Яшу глядает в Монто Стайл. Не знаю. По-моему, время Лентяева еще не пришло, и им не стоит так рано лезть в эту агрессию, как там оставаться, сейвиться и героев. Нужно дождаться айтемов Медузы. Ну и только тогда стараться лезть в Драку. Джиггернаут с Мондой. Очень приятно. В это время ЛД себя приобретает Форст Даф, который, скорее всего, будет за Грейжем в пику. Вот этот Дискорд меня немножко смутил поначалу. Мне кажется, что... Ну, все-таки медовую ЛД ему было гораздо приятнее сразу же выйти в пику какую-нибудь. Может быть, Родофатос. Ну и по Нетворсу, Мэш-то не сильно впереди. У него 7 тысяч всего лишь Нетворс, во время как он иду за 11 тысяч. Это очень много. На скане там спалили. Вывозка Смоках. Снэп, Формула и Никс у нас сюда бегут. Никого пока нет. Но могут поймать у нас Катбоя. Катбой просто бежит. У нас Блэйдфюри везает, укатывает. Снэп агром промахивается. Ну и просто должен уходить Джиггернаут. Очень быстро, под хостой. Ну, его здесь никак не забрать. Как же жестко фармить у нас Бустер Лорд. 2-200 у него уже на руках. Сейчас будет Гипперстоун. Скорее всего, выход в Мелнер, да? Угадал? Нет, ничего не будет. Эх, не угадал. Ну, можно сказать и собрать, что еще там. Монта Стайл, Бабочка. И вообще непробиваемый будет. Что-то купил. Что у нас к ним летит? Травела. Рецепт на травела прикупил себе у нас Бустер Лорд. Ну, понятно. Сапоги надо грейдить. И в драках там поучаствовать. Конечно, пока рано, но все равно можно как-то помочь. Магнус вангуардом. Очень необычно. Конечно, видел я уже их. Но тут вроде бы нормально, но там и дэмэджа не так много физического. Если он там будет грейд... Ну, газа грейджа уже именно в Кримсон Гуард. Владимир прикупил себе Марта Ретка. Полезный айтем для команды. Тут не супер такая фармящая Фантом Ассасин, но нормально. Роумит, она по началу игры пыталась. Ну, и, в принципе, у нее получалось. Смака вновь разбивается. Есть у нас снэп с дайгером, с агром. Все тут логично. Можно попробовать кого-либо поймать. Ой, хороший скан. Палят они соперников своих и должны отходить. И должны отходить. Да, отлично. Отличный скан. При этом может все равно погибнуть здесь пару героев. Но у меня все отошли. Снэп стоит. Отлично, Лентяевы прочитали. Просто великолепно. Ничего не скажу даже. Лентяевы-то, слушайте, они времени не теряют. У них два кор-героя. Они просто фармят на других лайнах. Ну, Катбой уже не фармит. Он просто прячется. Но, опять-таки, он подфармил недавненько. Монт оставил, монт старается и выйдет. Дайгер тебя приобретает и сразу же уйдает. Просто в лес и тп отсюда текать. Что по графику? Давайте посмотрим. По экспириенсу у нас чуть больше 5000 впереди Лентяева. По голде опять-таки Лентяева впереди. Около 3000 у нас там пока не сильно много. Но все же я считаю, что за 40-го минуты преимущество будет у Лентяева. Ну, это лично мое мнение. Если они там сильно не нашибаются. Хотя на стороне Йоломбрелла то, что иллюзии там вроде бы террорубой, да убивать-то особо некому. Но Медузец, скажите, который будет с Йоломбреллером просто без проблем, я думаю, с ними расправляться дальше. Ну и тот же Джиггернаут. Если сплошной будет, я не знаю, он себе БФ не приобретает. Нижнюю башню сил света атакует. Но все же. Ух ты, далеко полезнее у нас к отбою к Гинзби. Палятся они под крипами. Гинзби омни слэш, это минус один. Никстон, Гвардия Негглс, он себя юзает. Но там диффуза. Никстон тоже погибает. Минус два саппорта. Супер агрессивно играют ребята из Лентяева. Ну и Тауэр должен погибать здесь тоже. Да, минус Т2 на топе. Свои Медузы идут с танкуют. Не раз я уже видел, как Медуза и до 40-го минуты заканчивала. Но тут прямо это очень необычно. А дефать хайграунд-то особо и нечем. Ну реально, пик такой, что от дефать нечем. Пика появляется ОД, очень важная. Байбайка торакл. И очень быстро сбривается Т3. Реально быстро. Катбой. Агр по нему заюзан. Катбой. Ох, какой же дэмэдж по Катбою. Там же ШД еще с первой визу настреливает. Прячет его. Виз. Ну это скорее всего труп. Прячет он себя в дизапшем. В надежде, что сможет уйти. Но никак здесь не уйти. Агр по визу это минус 2 ответные. Тем не менее, Лентяева смогли спушить. Смогли выбить байбэк Оракла. В принципе для них все не так уж и плохо. По-моему, Магнус здесь совершенно лишний, как мне кажется, герой. РП был заюзан всего раз. Неплохой РП. Но при этом все разошлись. Абсолютно все. Никто не бил. Да и никто не мог бить. Чем тут бить? Поэтому можно было взять любого другого героя. Тот же Тайт Хантер. Массовый стал. Он был гораздо полезнее. Но видим мы Магнуса. Возможно, что я еще увижу супер связку ультимайтов. Какой-нибудь Омни Слэш РП. Но пока нет. Нет такого. Что Тервер Блэйда? Есть в нем Манта Стэйл. Я не знаю, отмечаю я это или нет. Выход Диффуза. От Фолуми. Интересно, почему здесь Диффуза? Ну, Медузку Манэ лишать, да. Это убедительно. Слушайте. Подумывая так, тут Диффуза, в принципе, смотрится нормально. Не супер, но... Та же Медуза, безумно, она совершенно безобидна становится. Вот и Диффуза. Террора. Ну и опять все разошлись, все пофармят. Игра разделяется примерно так. 3-4 минуты все фармят, потом нас ждут драки там. Ну, одна драка, потом ответная, и опять фармят. Вроде бы аккуратно играют команды, но... Все равно. Какие-то там... Агрессивные вылазки мы видим. От обоих причем, Тим. Что-то себе купила Медуза, чтоб не в Курьер летит. Это в Скаде будет. За ультиматер баллитет. Ну, прям, я не знаю. Это, конечно, штаты, но обычно так не тарит. Либо там целую арбу, либо там через Яшу. Там, ну, я про Мотостайл уже говорю. А про Скаде... Ну, просто две арбы. Ну, хз-хз. Пойнтбустеры обычно берут. Там, бегают с ним. Ну, собственно, неважно, что это обсуждать, да? Ждем вновь агрессивных вылазок. Атакс или того же Магнуса, у которого есть ТРП, самоки разбиваются. Вот Дезолятор у Мартретки. Неважно, саппорт Мартретки или Керри, ты все равно купишь себе Дезоль. На Рошана выходят. Палят они еще на... Скане Снепа. Он там фармит Эншитов, но вроде не хотят здесь. По-моему, очень зря они на этого Рошука идут. Но тут вначале постараться подраться с своими соперниками. Возможно, это сейчас вылазка. Нет, все просто отошли и решили не драться. Тот ответ и смог от Йелло Амбрелла. Палят они на скане Магнусу. Ну, и Магнус, по-моему, здесь приехал. Ох, как-то, ну, очень несыграно было. В итоге, Магнус у нас мог укатиться РП по четвери. Ну, зачем ты его... Ну, зачем? Просто для чего? Ты мог появиться после драки с этим РП и дальше очень сильно понапрягать. Так, Мидузу у нас здесь. Джиггернал, Спирин заходит. Там у нас съезжает с Ультимейт Огни Найта. Это минус. Олдворд Деваврор. Это минус, возможно, еще пару героев. Там неплохой агр от снэпа, но не смог он никого забрать. Начинает улететь в ТП. Но там Дизрапшн, неплохой фоллуми, ПВП, что-то у нас с Мидузой. Мидуза вроде бы пока сильнее. Но там Хилл Омник, и он, собственно, до Тураку решил. Гизби у нас получает агр от снэпа. Это минус. Гинзби у нас. Спирин там настреливает Мидуза. Как же она стреляет своими молниями. Но при этом Бастард Лорд может у нас погибнуть. Бустер Лорд, точнее, а не Бастард Лорд. Это уже игра престолов. Какая-то Бустер Лорд убегает. Маны нет у него совсем. Уже есть манка на Тревелал. Но как же улететь здесь, когда-то вот такая погоня летит у нас он. Нет никаких скиллов, чем сбить. Непонятно. Это улетающая на ТП Мидуза. Спокойно машет ручкой. И все нормально у нее так идет. Неплохо. Чем убить, да, казалось бы. ТП сбить нечем. Можно так и улетать. По итогам там у нас 2 в 2 все было завязано абсолютно. Гвардин Энгелс там был. Он не слэш был. РП было раннее от Магнус. По-моему, лишнее. Совершенно. Ну ладно. Разошлись, скажем так, пока миром. Иглсонг себе приобрел Джаггернаут. Выход в бабочку очень сильно поможет. Террор Блейд пробивать будет. Да не будет он пробивать, наверное, пока. Не настолько силен у нас ТБ. Хотя по Нетворсу, видим, да, уже обходит Джаггернауту. Но еще нужен какой-то айтем у него на прочность. Скади у Медузы очень хорошо фармит она. Ну прям реально очень круто. И она только что пыталась разваливать всю команду. Одна. У нее почти получилось. Там, конечно, куча щелов. Это объяснимо, что почти, но в следующий раз может получиться. ТБ тоже нужен какой-то Скади. Либо что, я не знаю. Вот у него есть ультиматор. Скорее всего, это и будет Скади. Потому что плотности пока не хватает. Он так проседал все-таки. Иллюзии его проседали. Такое себе. Гридануть бы еще Майлстром в Йолнер. По-моему, смотрелось бы неплохо. Ну и мне кажется, крайне безобидный пока мерч. УД здесь как-то не очень заходит. Тяжело на Меду ему было. Потом по игре он не выфармил. Потому что УД тяжело после такого начала как-то выходить. В дальнейшем. Вису она здесь видит на варде троих. Но никак ему не уйти, по-моему, это труп. Дидрапш, он себя прячет. Вис, если Рошан убьет РП, по-двоему юзается у нас. Ну почему опять РП по-двоему и никого нету в поддержке? В чем смысл этого РП? Бустерлот у нас начинает спину грызть мерча. Яндер вообще без ваны ничего здесь не сделает. Какой отбой у нас подходит. Если у него не слэш, по-двоему он может его уезднуть. Но уходит у нас с пики мерч. Никс, тем не менее, погибает. Один в один. Ух, какой крит у нас от Гинзби. Агр по-троим юзается от снэпа. Под блейдмейлами он разваливает одного. Но Гинзби убегает на крополях. Туда же приходит Яндер. Как так получилось, вообще непонятно. В итоге снэпа у нас разваливает сейчас всю команду. Бустерлот ему спину стреляет. Это минус 4. Йелло, Амбрелло просто взяли и перевернули эту драку. Потому что непонятно, куда полез Магмус. Непонятно, почему так получилось с Гинзби. Он там вроде бы уходил, да? С Дайгера. Но ничего в итоге не получилось. И выжил опять только Медуза. Супер плотная, супер жирная. Но остальные тиммейты сильно тупят. Особенно непонятен Мув Магмуса мне. Ну, опять это РП. В общем, не знаю, не знаю. Не нравится мне этот пик. Ладно, он синергировал с другими героями. Там РП, сразу же он мне слэш. Или хотя бы кто-то бил. Но нет, так не работает. В это время Рошика забирает Йелло Амбрелло. Мерч берет себе Эггис. Интересно, почему Мерч. Ну, хотя, Фолуми, да. Он появляется после Эггиса. Метаморфоза у него уже нет. Его быстрее гораздо забривают. Поэтому логично. Что по графикам опускается? Немножко вниз у нас 5000. И 1000 по голде. Бастер у нас. А не Бустер. Бастер. Бастер, Лорд. Ну, окей. Опять-таки, эти ники, это очень сложная тема. Потому что многие наши ребята пишут по-английски. Но тем не менее, это обычные русские слова. Поэтому не мудрено ошибиться. Команда к тому же новая. Пока только знакомимся мы с ними. Ну, вот, по крайней мере, теперь знаем. Очень нагло Гизби на миду просто стоит мид. Бьет там свой Тауэр, Катапульт свою. Все у него нормально. Огроклавка сейчас я вам приобрел. Это БКБ, возможно, будет. Гизби, ну, мидим на Творс Гизби, на Творс Магнуса. Ну, очень плохо здесь Магнусон. Возможно, дело даже не в исполнении конкретного игрока. А возможно, в том, что просто Магнус здесь совсем не вписывается. Я думаю, что это все-таки решает сильно. Вот и Скади. У Тирел Блейд он стал гораздо плотнее. 2300 хп, это уже не шутки. Уже не так просто его пробить. И, по-моему, Лентяева либо надо сыграть гиперосторожно, либо от дефа просто стоять ждать ошибки. И Элла Амбарелла увидим мы сейчас. Гизби у нас может погибнуть. Очень нагло. Ну, вот его и, скорее всего, похоронят. Блейдмейл. Гизби бьет. Улетает у нас на дагере. Просто повезло, мне кажется. Там что-то долго стояли. Так еще и потом только подошел в фолуми. Ничего не получилось в итоге. Бастер Лорд у нас приобрел 7 Йолнер. Еще больше молний. Еще больше вжиг-вжиг по всей карте. Просто сгорающие грозы, молнии просто Омник и Оракл. Будет неприятно им. Что осталось? Какая-то бабочка и дальше рапирка. И поехали катать. Мне кажется, вполне можно. Бастер Лорд, мне кажется, кстати, еще выходит, по-моему, вперед по количеству крипов. У нас статистика. Я так прям чувствую. 36 минут у него 356. Медузки и алхимики у нас всегда впереди. Ну и по ГПМу тоже. Снова смока разбивает Йелло Амбрео. Снова вылазка. На этот раз они никого не видят. Но пытаются все равно пройти. Возможно, вот так кому-нибудь оказать. Ну и как обычно здесь Магнус. Я думаю, что уже не удивлят их Снэп. Летит у нас по двоим в итоге. Туда еще Яндер прилетает. Укатывает он на скьюере Снэпа. Но там еще подкрепа есть. Снэп у нас уже с Шивой. Яндер. Яндер. Фоллоу Мю. Раз метафоризает. Это минус Магнус. Но прячет дизрапшн вис. Великолепный дизрапшн. Яндер просто умирает от села Омника. По Миду теперь можно пытаться идти. Мерч у нас с Агадим. Кстати, это тоже нужно отметить. И идут по Миду с Метаморфозой подпушить. Но Медузка явно против. Бастерлорд не хочет никакого пуша. Он просто тут разваливает лица и крипов. Я думаю, он сейчас тоже быстро развалит. Да, снэп. Ну, вы видели эту скорость, да? Вот тебе Метаморфоза и вот тебе Тиро Блэйд. Надо как-то терпеть Медузе. Сейчас она, ну, ничего не сделает против такого пуши. Ну, реально ничего не сделает. Вот Иллюзи, да, над ней справляется довольно неплохо, но... Это уже, скажем так, концовочка этого пуша. Другая проблема, как эту Медузу-то убить. Она лучше всех справляется с иллюзиями и с героями команды Yellow Umbrella, но убить ее пока не удалось. Бабочку Джиггернаута еще одна проблема. Джиггернаут теперь не особо пробиваемым, скажем так. Да, чувствую, 50 минут нас все-таки будет ждать. Так, Никстон под Энвизом у нас с Гинвиз бежит, но сбить-то нечем. И просто замедляется в итоге Гинвиз и улетает Омник с ТП. С Грифсами Никстон довольно неплохо, в принципе, по фару у Омника того же самого. Вроде бы сбивать особо нечего. Там Сайленсов никаких нету, но все равно приятно. Отхил приятно. Манк получить побольше, скажем так. Демонедж. Медуза. Ребят, ну, вы понимаете, да? Ну, вот это, ну, надо увидеть это. Ну, никакой доедаус МКБ не должен здесь появляться. Только рапирка, только хардкор. Бастерлорд мы все ждем. Таких каток у нас уже все-таки не так уж и много было. Хотя катка час пятнадцать, я думаю, многим запомнится. Но там, по-моему, активности такой и не было, и столь большой интриги. Джаггернаут в это время сломал Т2 на боте. Спокойно. Не парись вообще. Ну, неплохо-неплохо. Сприт пушит у нас катбой. Определенная игра фармов. Абсолютно точно. БКБ себе приобрела Мартретка. Вот, кстати, по поводу того, что Лейд все-таки будет для Лентяева еще более хорош, потому что есть-то вот этот герой великолепный. Фантом Ассасин. Она еще может вывести довольно много айтемов. Тот же Башер, тот же Абиссов, Блэйд, МКБ, то же самое. И в итоге продамаживает потом лица Йелла Умбрелла спокойно. С крита забрать какого-нибудь Оракла, какого-нибудь Омника. Почему бы и нет? Поэтому, ну, никак нельзя, по-моему, в Лейд уходить Йеллу Умбрелла. У них там перспектив гораздо меньше. ОД, мне кажется, свою актуальность потеряет все-таки Бриджик Лейд 2 Акс. Тоже, да, он сможет здесь хорошо, это никто не отменяет. Но все-таки там Мартретка, там Джиггернаут, там Медуза, там Магнус, который может наконец-таки РП нормальное выдать, чтобы все били. Прямо абсолютно все били, а не просто перед смертью. Ну и плюс рефрешер, да, мы не забываем про этот тайт, там великолепный, тоже может зарешать. И вот Рапира! Воу, поехали, ребята, Бастер Лорд, любимый человек этого дня. Ждем мы великолепную инициацию, или наоборот, великолепную защиту от Лентяева. Все у них в руках, все здесь решают они. Там МКБ у Тирролбейда в это время появляется. Джиггернаута будет гораздо сложнее. Его бабочка уже не будет здесь так хороша, все-таки пробивать его будут. Ну и, по-моему, ошибаться Лентяева совсем нельзя уже. Раньше нельзя было, потому что Тирролбейд бы за минуту все спушил. А теперь Срапиры тем более. Но не боятся, идут по Миду. Смока есть? Или что? Почему первый уйдет Миду? Что вы делаете? Это же очень рискованно. Иллюзии будут пускать по миру, да? Ну да. Все стандартно. Рашану надо бы дождаться. Он вот-вот появится. Мы это видим через 2 минуты уже. Появляется у нас тайминг. Очень круто. 2 минуты еще ждать. 100% Лентяева нужно. Не лезь как-то. Никстон. Влетает. Часон не слэшем у нас по двоим. Но почему же так рано? Гвардин Энглс юзается и начинают все убегать. Бастерлорд подходит у нас. Что происходит? Почему с этой Рапирой? Он вообще не боится слушать. Он идет и просто дамажит. Снэп может погибнуть. Гинсби у нас его дамажит в спину. Бастерлорд у нас убивает. Мерча. Фоллоу Ми просто рассыпается. Формула тоже. Как же они играют. Им абсолютно плевать на то, что Рапиру могут выдать. Я же дар речи потерял во время драки, когда Медуза шла. Первая, не дожидаясь Рошана и просто дамажила. Она понимает, что она суперсильная. Это 2 байбэка. Это минус сторона. Боюсь даже минус 2 стороны, потому что вверх тоже пушится очень быстро. При этом дефать абсолютно нечем. Нет, это трон. Глиф прожимается. Но как здесь задефать? Мерч. Еще крит получает. Да. Вот так вот лентяева за счет своей Медузы просто берут и выигрывают эту игру. Эклипс неплохой, с агонимом. Ну, да. Что тут сделать? Минус строн. И первая карта уходит в копилку лентяевок. Ребята просто красавцы. Бастер Лорд, ты тоже красавец за счет своей Медузы, за счет своей Рапиры. Ты меня покорил на этой карте. Ну что, ждем. Вторую игру было суперинтересно. 40 минут искал, что нужно будет потратить лентяева. Они больше 40 минут и потратили. Ровно по таймингу все нормально. Медуза в таком стадии их побеждает. 1-0 у нас. Никуда не расходимся. Вторая карта впереди. Очень важный у нас матч с турнирной точки зрения. Ну и давайте немножко передохнем. Продолжение следует...